Перепады температур, сырость, подхватить вирус сейчас проще простого. Особенно подвержены простудным заболеваниям дети. Для тех, кто болеть не намерен и заботится о своем здоровье и самочувствии своих близких, есть хороший способ профилактики – вакцинация от гриппа. В этом сезоне на вооружении у медиков три вида вакцины – голландская Influvac, французская Vaxigrip и российская Grippol+. Все они разрешены к применению для иммунизации населения. Эффект вакцинации говорит сам за себя. Намного меньше стало пневмонии тяжелых. То есть грипп, он и прививка эффективна именно против гриппа за счет риска высокого последствия, осложнений. То есть именно благодаря прививке можно избежать вот этих страшных последствий. Даже если мы перенесем это в легкой степени, то есть это намного дешевле, экономичнее, меньше затрат на лекарства. Поэтому лучше грипп предупредить, чем его лечить. К сожалению, прививка от гриппа не дает стопроцентной гарантии. Но заболевание пройдет в более легкой форме и, самое главное, сведет к нулю риск возникновения осложнений. Потому что именно тяжелые осложнения, сопутствующие гриппу, наносят серьезный ущерб здоровью. Особенно подвержены вирусу малыши. В синий-зимний период очень такая ответственная пора, особенно для маленьких детей, которые идут в организованные коллективы. Идут в сады, идут в школы. И поэтому, конечно, вакцинация очень важна против острой респираторной инфекции, против гриппа. Особенно против гриппа, потому что грипп важен своими последствиями. То есть не как сам вирус, а своими последствиями. Чтобы избежать последствий ОРВИ и осложнений после гриппа, профилактическую прививку нужно сделать в поликлинике по месту жительства за счет собственных средств. Набирает популярность вакцинация работников за счет предприятий. Вместе с тем, с 2012 года вакцинация против гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок Беларуси. И проводится на бесплатной основе некоторым группам населения. Среди них школьники. Они как группы риска у нас охвачиваются на 75% и выше. По поводу групп населения, которые иные группы риска, то есть лица с органическими заболеваниями, лица пожилого возраста, детки дошкольных учреждений, то есть наряда со школьниками, они также относятся к группам риска, которые должны быть охвачены на 75%. У нас это по территории выполняется. И в совокупности все эти мероприятия и дают вот эти вот результаты, которые все могут оценить, что и школы на карантине закрывались, и эпидемий так называемых не было. Медики напоминают, прививаться человек должен, когда здоров. Компания вакцинации завершится к 1 декабря. Анализ сезона показал, что экономический эффект от иммунизации населения превышает затраты на оплату больничных листов и покупку лекарств. А это значит, что болеть сейчас не модно. Модно быть здоровым. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.